На территории Саратовской области, как и на территории всей Российской Федерации, в 2022 году эпидезон начался раньше, нежели в предыдущие годы. И, соответственно, мы видим более ранний подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также более ранний начало циркуляции вирусов гриппа. По состоянию на сегодняшний день, эпидемиологическую обстановку можно расценивать как достаточно напряженную. За истекшую неделю на территории области зарегистрировано более 40 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом необходимо отметить, что основной прирост заболеваемости произошел за счет взрослого населения. Детское население и школьники, соответственно, у них отрицательная динамика, то есть количество заболевших ниже предыдущей недели. Это можно связать с теми ограничительными мероприятиями, которые были введены и Министерством образования, и в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача номер 20. И связаны они как раз с разобщением организованных коллективов при заболеваемости 20 и более процентов обучающихся. Вот вы сказали цифру 40 тысяч. Это ОРВИ и грипп вместе? Это острореспираторные вирусные инфекции. То есть грипп мы считаем отдельно. Всего на территории области в текущем пяти сезоне зарегистрировано 655 случаев заболевания гриппом. Более половины из них это дети до 18 лет. Если мы говорим о типе вируса, который сейчас циркулирует, то 58% из зарегистрированных это свиной грипп или H1N1. 5% приходится на грипп B. Остальные типы грипп неопределены. Вы упоминали, что преобладает H1N1 вирус. Вот чем он опасен? Сам по себе вирус H1N1 впервые, наверное, в таком массовом варианте. Он проявился в 2009-2010 году. Тогда эпидезон был достаточно тяжелый. Основная сложность этого вируса заключается в том, что он, во-первых, является достаточно контагиозным, имеет большой пандемический потенциал. С другой стороны, он еще и вызывает большое количество осложнений. Основным осложнением этого вируса является гриппозная пневмония. Но осложнения могут и давать и миокардиты, и любые всевозможные осложнения, которые, соответственно, могут сказаться уже позже. Позже, после того, как человек выздоровел. Какие меры профилактики рекомендует Роспотребнадзор Саратовцы? В целом, когда у нас стартовала вакцинация массы против гриппа, мы говорили о том, что перед началом эпидезона необходимо сделать прививку для того, чтобы сформировался иммунитет. И человек при наступлении эпидезона, при росте заболеваемости, был уже защищен от гриппа. Сейчас масса вакцинации закончилась. На территории области привито около полутора миллионов человек, что составило больше 60% от совокупного населения Саратовской области. Также существуют и неспецифические меры профилактики гриппа. Они идентичны для всех острых аспираторных вирусных инфекций и для коронавирусных инфекций в том числе. В первую очередь мы говорим о использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания при посещении мест массового скопления людей. Это, прежде всего, транспорт, магазины, либо любые другие мероприятия, которые человек посещает. Соответственно, кроме этого, мы говорим о повышении защитных сил организма. Это ведение здорового образа жизни. Это употребление в пищу большого количества фруктов и овощей, которые содержат в себе витамины. То есть, в целом, при снижении температуры окружающей среды и снижении инсоляции, защитные силы ослабевают. Поэтому необходимо поддерживать вот эти защитные силы организма для того, чтобы вирус в меньшей степени смог на него воздействовать. Вот нынешняя волна ОРВИ и гриппа приходится практически на предпраздничную неделю, когда люди бегают по магазинам, закупают продукты, подарки и прочее. Не планируется ли вводить какие-то ограничения на проведение корпоративов, каких-то праздничных мероприятий? Все ограничительные мероприятия на территории Саратовской области введены постановлением правительства Саратовской области номер 208-Б. В данном постановлении введен рекомендательный характер масочного режима. Мы говорим здесь о том, что каждый человек должен решить для себя сам, что при посещении общественного места он должен защитить себя и защитить окружающих в случае, если он является бессимптомным носителем. Обязательный масочный режим не планируется? Масочный режим, я как уже сказал, рекомендательный характер носит и обязательно иных пока каких-то моментов и ужесточения меры пока мы не обсуждаем.